Несколько лет назад Ксения Жиделева начала заниматься хореографией. Она танцует в коллективе «Искорка». По пять часов в день девушка отводит физической подготовки. На сдачу норм ГТО Ксения пришла для того, чтобы проверить свои силы. Это важно для каждого человека, потому что все-таки готов к труду и обороне, надо быть в любой момент. И таких, как Ксения, сотни. Сегодня среди молодежи спорт набирает все большую популярность. ГТО приходят сдавать не только спортсмены. В этот день на стадионе собрались старшеклассники нескольких видновских школ. Они добровольно изъявили желание проверить себя на прочность и заслужить звание человека, готового к труду и обороне. Чтобы стать обладателем золотого значка ГТО, необходимо сдать четыре обязательных норматива и четыре на выбор. Получить в каждом из них соответствующее возрасту количество баллов. И сделать все это надо за определенный промежуток времени. Для школьников учебный год. В первый раз сдаю, но ГТО – это как проверка своих сил. Хочу доказать то, что я могу и хочу получить золотую медаль. Этот день был посвящен легкой атлетике. Вооружившись жилетами и с порядковыми номерами, ребята выходили на старт, чтобы пробежать дистанцию от 30 метров до 2 километров. Легкая атлетика, она хоть и называется легкая, но самая такая трудозатратная, потому что выкладываешься на коротких, особенно дистанциях, очень сильно. И на длинных тоже, соответственно, 2-3 километра проезжать – это не шутка. Поэтому силовую часть мы решили сегодня не проводить и ребят как бы не сильно. Ну и плюс погода сегодня хорошая, чтобы успеть побегать, пока дожди не начались. Для безопасности проведения сдачи норматива на стадионе дежурил врач. Он консультировал ребят, как правильно разминаться перед стартом, чтобы не получить травму. А тем, кто плохо усвоил материал, оказывал медицинскую помощь. Обязательно нужно перед любыми стартами разогревать свои рабочие органы. Если я эти бегают, значит, ноги, колени, стопы обязательно промассировать, разогреть, немножко зарядиться, зарядку сделать, поподпрыгивать, побежать немножко. И только после этого можно нормально пробежать и дать хороший результат. К сожалению, сейчас молодые люди это не знают. Бегает он двое, уже связки потянули. Государственная программа сдачи норм ГТО в России успешно реализуется уже около пяти лет. В Ленинском районе эту славную традицию поддержали. И сейчас аббревиатура ГТО знаком, кажется, каждый житель муниципалитета. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Евгений Садовский. Видное ТВ.